Как известно, болезнь лучше предупредить. Поэтому ежегодно онкодиспансер проводит день открытых дверей. На этот раз его посвятят меланоме, одной из самых опасных и агрессивных злокачественных опухолей. Болезнь достаточно распространена в Сочи, так как часто причиной возникновения этого заболевания является избыток солнца. Это очень злокачественное заболевание, к которому нужно относиться очень серьезно. Это, как оно может проедать, может быть и родинки, какие есть на теле у человека. Их нужно внимательно к ним относиться, если они, допустим, растут или они начинают подтекать, бывают мокреют, бывают кровенистые выделения. Именно поэтому так важна ранняя диагностика. В онкодиспансере для этого есть все условия. За последние полтора года его в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения не только отремонтировали, но и переоборудовали. Оснастили современными аппаратами, например, вот такие музеи экспертного класса. Еще раз. До правой доли печени. Никаких узловых образований нет. Когда болезнь уже диагностирована, лечить пациентов помогает современное оборудование. Этот аппарат, например, служит для внутриполосной и брахитерапии. Он дает возможность воздействовать непосредственно на опухолевый очаг, не повреждая соседние здоровые органы и ткани. Теперь в онкодиспансере помогают пациентам с онкологическими заболеваниями разных локализаций. Специалисты, которые прошли обучение в лучших клиниках, владеют всеми возможными методами лечения. Это хирургические, лучевая и химиотерапия. А современное оборудование значительно повышает шансы больных на выздоровление. А ведь раньше за лечением такими аппаратами приходилось ездить, например, в Москву или Краснодар. Также были получены ВФР для вместофокусной лентген-терапии, получены аппараты сенсионной лучевой терапии, маммограф, аппараты УЗИ. Для хирургии это наркозные станции, хирургические столы. То есть, как бы, изменения колоссальные. Дня открытых дверей в онкодиспансере решили провести сразу два. В выходной в субботу 23 мая с 9 до 13 часов и в понедельник 25 числа с 8 до 16. Это всемирный день борьбы с меланомой. Прием будут вести врачи разных специальностей, ведь меланома – опухоль коварная. Она может проявить себя не только на коже, но и, например, на слизистых оболочках и даже в сетчатке глаза.